Так нам и треба, и нам с вами. Да, да, да. У меня внуки четыре, так что четверо. Я поснимаю. Доброго дня. Ну что, вечер. Нам этого местечка готовится до обороны. Вот всем желающим согреться, кто сейчас мерзнет без тепла в домах. Вот новый способ. Доброго дня. Скажите, как добро согревает лопатуешь? То есть людям советуете? Да нет, величная работа. Это всегда здоровый. Она как бодрит. Доброе. Зазумило. Дякую. Так, вот тут у нас черные человечки тоже копают. Вы краевку копаете, скажите, на Грушевском? Конечно. Да. Да, краевка у нас будет глубиной аж до Мариинского палаца. Доброе. Да. Тут у нас люди приходят, поддерживают хлопцев, которые сместят оборону нам этого местечка. Вон, смотрим. Разобрали частично ограду и монтируют линию Яценюка. Хлопцы, это у вас стена Яценюка будет? Крепче, потому что Яценюка можно плоскупцами перекусить. А у нас не перекусят. Доброе. Тут люди... Мы тут не отмивали гроши, как Яценюк. Зрозумило. Хлопцы обещают, что ця стена будет очень-очень мощна. И Яценюк и его стена обзавидуются. А люди подходят, поддерживают? Звучай. Большинство местных людей приходят. Скажут, что вам нужно допомогать. Даже женички местные приходят. Что вам, хлопцы, дуны? Молодцы, держитесь. Мы за вас. Готовы до обороны? Да. Доброе. А что это такое у нас? Что это у нас пастино? В общем, идет укрепленная табора. Зараз у нас пол лагеря, вернее, треть лагеря была освобождена. С одной стороны, взяли, оградили, ближе сделали вот тут вот к Грушевскому оборону. С другой стороны, сделали как бы символичный жест. Вот приняли в первом чтении законопроект про антикорицейный суд. Давайте, выкидывайте оттуда все президентские хотелки. Мы вот освобождаем часть территории, которая занимала раньше рух новых сил. Сейчас там свободно, но и оборона крепче. Доброго дня. Доброго дня. А вы? Добрый вечер. Добрый вечер, да. Вы, Петримати, Людмила. Одну холеночку. А как доехали-то сильно с этими снегопадами? Вот штурма сегодня не было, потому что снегопады помешали машине нас гвардии подогнать. Вам как добираться было? Я поездом приезжаю. Я метро. Шоколадный. Добрый. Я на Коломбасе у вас шоколадный. А скажите, вот тут говорят окременные керевники полиции, типа Зазули, что тут бомжи за гроши Курченко. Где гроши Курченко? Я от голоса народа, как раз, где звони, тут приезжаю. З Винниця. Это ваш гройсман Порошенко? Вы не бейте. Ваши будете? Не бейте. Порошенко я гроб приготовил. Вин на сокровом заводе. Его овчарки забрали в мене гроб пенсионера. Кошмар. Вито року была полиция новая, а стал старый Беркут. Вони так само кидали в беззахисных людей, кидали каміння, так как колись кидал Беркут. Зараз вся же сама полиция кидала в людей, попробовала им голову. Якщо говорят, что это называется по всем международным, тоди Турчинов и все лидеры Майдану говорили, что это антипротивозаконно, все международные и украинские законы порушены, потому что в экипировке полицейские назад кидали каміння в людей беззахисных. И это называется посягание на убивство. Тут говорят, что новый способ изобретен, как сегодня вечером, чтобы было тепло. Если дома холодно, приходим на этом местечке, берем лопату, кидаем снег. Согреваемся и все нормально. Доброе, дякую. Друзья, идет подготовка лагеря к возможному штурму, потому что сегодня согнали величезные силы спецпризначенцев, подготовили машины для того, чтобы эти машины могли раскидать на этом местечке, раскидать баррикады, подготовили газовые горелки, подготовили там все эти кусачки. Но из-за снега, как выяснилось, дуже-дуже павильно подходило подкрепление до спецпризначенцев. И они решили, судя по всему, все это чуть-чуть перенести. Сейчас поступает информация о том, что штурм можливый. Тому хлопцы зараз, с одной стороны я вот показываю, извельняют часть табора. Вот это все, вот это все, Мариинский парк, мы извельняем его. Потому что тут раннейший был рух новых сил, но зараз, видно, отсюда ушел. И мы это оборонять сейчас не можем. Ну и тем более делаем символический жест, что приняли в первом чтении закон про антикоррупционный суд. Процюйте куруем, и мы потихоньку тогда будем тэш шось тут звельняты. Зараз тут хлопцы разбирают наметы. И вот новая стена. Новая стена, она теперь проходит здесь, ближе до, как вы видите, Грушевского. То есть люди могут лучше эту территорию защищать. Потому что вот эту величезную территорию защищать дуже-дуже проблематично. Сейчас приезжают люди, киевляне, приводят теплые вещи, приводят еду, там чай. И многие остаются ночевать. Потому что, ну, друзья, давайте так. Ну нет тут нас миллионов, но миллионы, десятки миллионов у нас реально не задоволены той ситуацией, что творится в державе. Не только тарифами, не только войной, не только раскрыванием страны, но и бесконечным ожиданием изменений в стране. Поэтому даже если сейчас людей тут немного, ничего страшного. Когда начиналось добровольческое движение, когда были критические моменты на Майдане, тоже людей было немного. Там вот у нас греются. Доброго дня. У нас тут гарни, девчата. Комбат захочет. Доброго дня. Я тут снимаю для людей информацию. Мне сказали, наша сегодня полиция, Аваков, Порошенко, что тут агенты Кремля, Курченко. За гроши я уже запутался кого. Коломойского, Саакашвили, Остапа Бендера. Да, вот на самом деле пришли люди Петриматы, хлопцев. Тут у меня погано со светом, поэтому сейчас закончится трансляция, я чувствую. Поэтому я пойду еще немного поснимаю на улицу. Звечайные грамадяны. Да, вот смотрите, на престоле кресло в виде...